Бонжур, мезами! Меня зовут Алекс Кутюр, и сегодня я расскажу вам о том, как побывал в составе жюри венецианского карнавала. 18 февраля 2017 года в Венеции начался карнавал. Первый день открытия. Событие это по-настоящему международное, так как не только зрители, но и участники, и жюри, все представлены совершенно разными странами. При этом само мероприятие организовано по-итальянски сумбурно. Трое ведущих, перекрикивая и мешая друг другу, пытаются комментировать происходящее на сцене на итальянском, французском и английском языке. Под час все трое кричат в микрофон одновременно. В результате получается какафония и хаос. Логика судейства жюри на открытие карнавала в Венеции оказалась совершенно непредсказуемой. Под час три красные карточки, а значит в выбывании из конкурса, получали оригинальные красочные костюмы. Так, например, лобавший на саксофоне весельчак Орликин чем-то не угодил жюри и был сразу же удален со сцены. Такая же участь ждала Лешего с огромной пчелой на спине. Как по мне, так это был самый оригинальный костюм за весь этот день. В результате первое место 18 февраля, в день открытия карнавала, занял костюм красной бабочки с маской солнца. Согласен, достойный и красивый, но вместе с ним до финала дошли и другие совершенно бледные участники. А победившая бабочка с солнца получила приглашение на финал карнавала и бонус – ужин на две персоны в венецианском казино. Кстати, в день открытия карнавала свои костюмы представили также четверо участников из России и двое из них даже сумели дотянуть до полуфинала. А пообедать тот день мы решили в полюбившемся ресторане Таверна Сан-Труаза. Пиццу кальсоны в Таверна Сан-Труаза делают просто великолепно. Подают кальсоны в виде огромного чебурека, тончайшее румяное тесто, а внутри грибы, моцарелла, бекон. И сверху все это залито пастой из свежего томата. Пальчики оближешь. Особенно под молодое красное домашнее вино. Затем мы прокатились на трамвайчике АВТС в Абородске по Большому каналу от конечной остановки у Пиоцаль-Рома до станции Салюта у церкви Санта-Мария-Даля-Салютка, что на противоположном берегу канала, напротив площади Сан-Марку. И будьте осторожны со скользкими ступеньками, ведущими к воде. Самая последняя ступенька у воды, как правило, покрыта толстым слоем зеленой тины. Кто-то пытается спуститься к воде в поисках ракурса для лучшего фото, кто-то наступает на ступеньки, выглядывая гондольеров. Подскользнетесь тут же, как на банановой корке, а зацепиться-то не за что. За три дня в Венеции я пару раз видел туристов, искупавшихся не по своей воле в холодной воде. Да и сам признаюсь, однажды подскользнулся и только чудом удержался от падения. На следующий день, 19 февраля, я решил немножечко схалтурить и выспаться подольше обычного. Поэтому мы прибыли на площадь Сан-Марка всего за несколько минут до события, которое в программе фестиваля обозначено как «Полет ангела». Толпа в этот воскресный день была значительно больше вчерашней. Площадь оказалась заполнена до предела. Повсюду образовались заторы из живых людей. Но все-таки мне удалось просочиться сквозь толпу и успеть заснять полет ангела в самый последний момент. По правде сказать, увиденным я был страшно разочарован. Я-то думал, что организаторы праздника попробуют гостей удивить, а не просто подвесили ряженую бабу и по наклонному тросу спустили ее с колокольни на помост под композицию «Воздух Баха» и «Бой колоколов». Толпа безмолвствовала. Подозреваю, тоже от разочарования. Возможно, таким полетом можно было удивить публику в Средневековье, но для избалованных зрителей 21 века могли бы придумать что-то поинтереснее. Пожалуй, я был бы даже слегка расстроен, если бы не одно «но». В тот день я был в составе жюри Венецианского карнавала. Да, я не просто приехал в Венецию, чтобы потусоваться среди ряженых, а принял непосредственное участие на карнавале в составе жюри. Курьезный факт. Из пяти членов жюри двое, я и еще одна девушка, в тот день оказались русскими. Не спрашивайте, как такое вышло. Те фото и видео, которые предоставлены вашему вниманию, сделаны не из толпы и даже не из помоста, на котором тусовались камероманы. Это видео от лица члена жюри, которому представляли кандидатов на лучшую маску и который эти маски и костюмы судил. Эксклюзив, так сказать. С русской девушкой с очень редким именем Наташи, которую посадили на место судей правее меня, нам удалось быстренько договориться о тех ряженых, которые нам понравились в этот день больше всего. Затем я обсудил понравившиеся нам кандидатуры с итальянцем, находившимся в жюри левее, а Наталья подискусировала с англичанкой рядом с ней. Таким образом, мы создали этакое русское лобби из приглянувшихся нам участников. Если русские влияют на выборы президента в Америке, нельзя же допускать такое важное дело, как выбор лучшей маски на карнавале Венеции на самотек. В результате, среди всего этого Содома и Гамора костюмированных персонажей, среди дьявольских пиратов с трехметровым призраком смерти чумы, среди злобных богов Египта, леших и бабочек, победила участница в божественном великолепном костюме ангела. И без ложной скромности могу заявить, что именно мой голос в этом выборе оказался решающим. А позже на площади Сан-Марко состоялся вечер танго. Все желающие в костюмах Лебес могли принять в нем участие. На празднике танго было по-настоящему здорово. Возможно, это из-за того, что в этом городе совсем нет автомобилей. Закончился день ужином в ресторане «Дельфин». Смело могу рекомендовать этот ресторанчик для тех, кто ищет Венеции место, в котором можно вкусно и недорого поесть. Что можно сказать, подытоживая мой крайний день пребывания в Венеции? Я видел много праздников и много городов. Но Венеция – это город, который умеет удивлять. Во-первых, очень холодной погодой. Я-то думал, что прибыв из Парижа на тысячу километров южнее, как минимум не буду мерзнуть. А нет. Так что, знаете, зимой Венеция – это очень холодное место. Но люди, но праздник, итальянское гостеприимство, итальянский радостный пофигизм, музыкальная атмосфера, архитектура, романтика, кухня, новые знакомства, энергия. С уверенностью могу заявить, нужно прожить свои годы так, чтобы не было мучительно больно из-за того, что вы хотя бы раз не побывали в таком завяженном положительными эмоциями городе, как Венеция. А на этом на сегодня, пожалуй, все. Arvoar abiento. Вечно ваш, Алекс Кучо. Фурия! Субтитры сделал DimaTorzok